Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 118. Вопросы. События дня. Задавайте вопросы. Седьмое. Ну вот и дальше у нас какой фильм взятого, тоже много раз я объяснял. Это может еще тут. Ну и теперь с разных ресурсов, где я не бываю ни в контактах, ни в одноклассниках. Монераторы перетаскивают меня на наш форум, а с форума потом туда. А сегодня сейчас они работают в командировках и сказали больше ста обращений ко мне, я их не знаю. Ну и сразу объясняю, что отвечая на вопросы, они все, вам делать больше нечего. Некоторые там, ну пакости всякие говорят, там подыскиваются. Вы зайдите на форум 1500 тем, сынок. Внучик вот такой вот заходит и начинает пакости всякие говорить. Какой ему ответ-то можно сказать-то? Ну маленько, ты глянь на себя, вправнуки годится и ничего не знает. 1500 тем. Чего тебе нужно-то? Заправлена у меня койка, не заправлена начинает, а почему там где-то? Для меня это как раз. Ну не заходи на этот форум, уходи в другое. Раз за разом одно и то же подыскивается, уже сверчок. Шпаненок маленький. И особенно зловредный, который имеет какое-то отношение к миссионерским отделам. Наглые-наглые. То есть более нагло пока ничего не знаю, ни безбожников, ни никого. Самое спокойное это мусульмане и другие. Он еще будет говориться, он тебя наставил на пути, хватит тебе. Я отвечаю только то, что касается спасения. Тебе нужно. А не праздное любопытство какое-то. У меня и времени на это нет. Попутно сказать, вот захожу я к одному предпринимателю, в магазине у него. Ну и два отрока молодые уже осили. Где-то они соприкоснулись с миссионерским отделом. Ну прямо в правнуки годится. Нет, такие наглые слова говорить. Наконец поехал в Москву. Там, а там что, там от Данила Сысоева, там Сарионов. Он вообще сдурел просто где-то. И, ну как Сарионов-то, попух на чем, Энтео. Ну этот парень-то с девкой там познакомился и вступил с ней в связи. Все, сгинул, больше его нету. Поглотила черная космическая дыра. Притом это не один уже, и все на одном и том же грехе. Да ты еще жизни-то не жил, не видел. Ни испытаний никаких. Запах юбки услышал и умер со страху. А куда ты лез-то тогда? Я тебе отвечать должен. Че? На каждое, говорят, таракань и еписк отвечать. А вот боитесь там, если, ну пакостники. Отвечаю только то, что полезно для спасения я. Успокойтесь. Тем более великий пост идет. Ну и здесь, понятно, объявление, чтобы помыли ролики, и краткое содержание дать. Вот, смотрите, тут видно, чтобы крупно было. Я говорю, тут прям сразу выделять надо. Вот, о чем тут говорится. Тормозните и там увидите. И вот на нашем сайте, что-то тоже не ладно, там смотрят и видеоматериалы, нужно вот в это перевести, вот в эти позиции. Ну и тут у нас занятия. Вот, позвоните Сергею, сегодня пятница как раз занятия. Я не касаюсь. Ну вот мне пишут, коротко. Не давайте п святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, Матфея. Ну, то есть, вот видите, я об этом как раз и говорил. А что ему? Кто же тот попирающий? Тот, кто не почитает Писание драгоценным и важным? Вот и все. Я могу отвечать на то, что нужно. Издалека, там, когда-то шел в пустыню, брат услышал Арсений, Арсений. Даже ничего не знает про Арсений. Арсений был единственный за всю мировую историю воспитатель будущих царей. Искали восточной и западной части империи Феодосии Великой для своих сыновей Аркадий и Гонория, чтобы знал и духовное, и мирское, и астрономию, и математику, все знал. И нашли только Арсения, Арсений Великий будет. И к этому он убежал в пустыню, ему угроза была, там, он наказал царского сына плетями там. Вот. И он убежал, и пришел брат, и его спрашивают. Ну, он же видит, кто перед ним сидит-то. Он ему ни слова не ответил, а что отвечать-то? Ну, и все. Пошел, а его провожает, который, служка у него была. Он говорит, скажет, такую даль я шел, но он еще не ответил. Такое печальное состояние, говорит. Он вернулся тогда к нему и говорит, вот что. Брат-то пошел, он печальный такой, что он шел вопрос разрешить. Так он вопрос-то задавал о чем? О небесном там, чего я не был там, не знаю. Пусть бы он спросил, как от греха отстать, как Бога простая. Когда он сказал, да мне как раз это надо. Ну, тогда иди он бегом прибежал, стал задавать вопрос, и он отвечает. Чего я буду отвечать-то? Когда глупости всякие задают, он даже не понимает, можно ли это задавать, субординации не знает. Чего ему отвечать-то? Дальше. Ну, кто же, скажешь, столь несчастен, чтобы не считать его важным и всего драгоценнее? Тот, кто не удивляет, ему и столько времени, сколько тратит на распутных женщин, на сатанинских зрелищах. Вот так, а не на этом, знаете, на сатанинские зрелища-то. И приехал парень, тот сгинул, а то нашел какую-то там юрисдикцию. Московская патриархия никто, зарубежная церковь никто, все никто. А я не кирик там какой-то, епископ один, и они там сидели. За собой убрать не могут. Я сделал, который хозяйка там и говорит, поедят, даже за собой не убирают никогда. Я говорю, хоть научитесь посуду-то убирать за собой-то. Куда лезешь-то? И все, больше нигде не было. Тут большую роль играет женщина. У нас по теряйке был один. И, наконец, седьмая заповедь хлопнула его, и все, и подавился, и на этом конец. Пахости всякие делает. Больше ничего не будет. Есть возможность сегодня спросить, задать вопрос. И что я знаю, я отвечаю. Дальше. Многие проводят там целые дни, совсем запускают ради бесполезного такого времяпровождения домашние дела. И что услышат там, стараются с точностью запомнить и сохранить напагубу души своей. А здесь, где говорит сам Бог, не хотят побыть ничего. Не хотят побыть мало времени. Вот почему у нас нет ничего общего и с небом. И наша небесная жизнь только на словах. Продитель Иван Златоуст, беседа на Евангелие от Матфея. Это Марус Чак меня забросил сюда. Много у Златоуста, но тут понятно. Райхан, Игнатий Тихоныч, с благовестием вас. Моя приятельница, православность, задает вопрос. Марка 9, 38, 41. Если запрещено целительство, колдовство, то как понять эти стихи? Ну и там говорится, кто за нами не ходит, мы запретили, а Господь говорит, не запрещайте. А какое это отношение, колдовство, там ничего этого нет. За ними, за апостолами, церкви еще не было на земле, церкви-то не было. Они хотели, чтобы ученики за ними ходили. Он говорит, нет, не против вас, это за вас, не препятствуйте. Именем Иисуса изгоняет бесов и все. И это речь не оберегите, как, ником. Конкретная была обстановка. И что? Ну было, говорит, у кого меч есть. Вот они говорят, они отвечают, у нас есть два, он довольный. Ну теперь мы будем говорить, Христос сказал меч, не ходить с мечами будем. Речь шла к конкретному человеку, с указанием, что Христа будут арестовывать. Даже не о мече речь шла. А через меч указание, что не всегда вы будете под ланью моей ходить. Да, это, говорит, одежды две нельзя. А потом у апостола Павла, видим, филонь, плащ где-то забыл или оставил. Теперь сами о себе заботитесь. А сами себе это и квартира нужна, и на завтрашний день что-то должно быть. Дальше. Непонятно, какие-то буковки ставят. Ну почему прямо-то не поставить-то? Спасибо, Магнат Тихонович. Хорошие стихи. Буду ждать продолжения ваших видео. Они не любят стихи, другие любят. И как-то было время у меня тут стихи писались, я не пишу стихи уже. Я не знаю, лет 7, наверное, ни одного стихотворения. Просто решил нет, и все. Хотя рука все время рвалась. Архиерею дал стихи, и он до утра сидел, считал. До утра. И сдавать, которое было. Ну и вот. Сейчас мы посмотрим, что же у нас в интернете. Вот, у нас есть лист. Это в Майеру, в моем мире. Вот, кому надо что-то спрашивать, заходите сюда, в моем мире. Посмотрите, какой я в шапке. А где с голубем, это контрольный там лист дублируется. Я туда не касаюсь даже. Вот, здесь я люблю. Сколько видео у нас здесь? 2957. И фотографии. 18916. Ну, вот, смотрите, какое сокровище вы здесь найдете. Притом, каждый день я выставляю не менее 5 роликов. Ну, вот, умножьте. Месяц прошел, 150 роликов стоит. Притом, не надуманное. Вот. Это наш форум. Вот он как выглядит. 1580. Тем. Огромные темы. И быть как миссионером, и как беседовать, и в атриархии евреи, ну, все, что ты хочешь. Там и Стервикова найдешь, и ничего не спрашивают, подыскивается, и все. Почему? С миссионерским отделом столкнулись. Это уже инквизиторы растут. Но рано или поздно хлопнет вас Господь где-то. Безобразники просто. Заходят другие нерусские люди, там, сектанты, спрашивают вопросы, касающиеся спасения. А это нет. Вот заходит человек, мы с ним разговаривали, еще он говорит. Симон, еще скажите, к какой из семи церквей, указанных в Откровении, относится русская православная церковь? Если сможете, поясните об остальных церквях, где они сегодня, и почему они не проповедуют по миру. У нас есть сайт. Вот смотрите, вот это наш сайт. Вот он. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Зарядите его в Яндекс, Гугл, найдете. Вот это. И вот здесь все книги Игнатия Лапкина, издания. И здесь вот есть, вот на первой странице, Новый Завет с толкованием. Вот здесь вот. И вот в третьем томе, каждый том, 752 страницы, толкование на Откровение Иоанна Богослова. По всем святым отцам. С опровержением современных юридических заблуждений. Вот здесь вы все найдете. Вот сюда заходите. Притом, это не период, как говорят баптисты другие, это семь периодов или семь церквей. Семь церквей, это означает состояние моей души. Я с утра могу быть владейки, а к вечеру перейти в Филадельфию. Только и всего. Нигде этих церквей нету. Речь идет не о конкретной какой-то реальности. Вопрос-то задан совершенно неправильно где-то. Где они сегодня, их нету. И что они тут сегодня? Почему они не проповедуют? Да их нету. Как они могут проповедовать? Их никогда и не было. Название это только. Название. Положение. И вот здесь заходит кто это? Александр Русский. Ну и что он пишет? Андрей Ткачев, это русофоб и гнилой человек, который попирает за каноны. Андрей Ткачев, оборотень. Об этом уже говорили, мне ставили. Повторять не надо одно и то же. Если было ставлено, остальное удаляется. У нас правило, форму, почитайте. Это уже идет повторение. Дальше кто? Крах Энтео. Об псевдохристианской секте Божья воля. Вот так. Ну было говорено, уже вставляли. Вот смотри, как много написано. Тут не прочитаешь даже. Что тут еще? Дары Иоаннахима. Вот подожди сколько. Ну как можно считать? И вот эти, по-моему, были уже. Нет. Всемирный заговор. Ну было, я отвечал. Я не буду смотреть и не отвечать. Там про евреев что-то там. Ну было это. Я смотреть это, у меня не времени нет, ничего нету. Ну для кого-то. Дважды не ставьте. Дальше удаляется. Это везде так. У нас правило, как на форум заходите, прочитайте правило. Что это такое Анатолий Тархов? Что он тут? Пусть говорят. Звездные и крестные. Просьба прокомментировать. Ну зачем мне комментировать? Не надо мне комментировать. Где ты должен сидеть? Сколько она? 1.37. Ну я сейчас 37 на один ролик буду сидеть. А тут до 10 роликов только стоит. Понятно что. Зачем мне комментировать? Побуждает комментировать. Вот вы смотрели, комментируете и там выделите то, что вам не понятно. Я буду отвечать. Даже смотреть не буду. Это что? Дмитрий Адонев. Здравствуйте. Вы признаете, что говорили против московской патриархии на своем видеоканале в YouTube? Видишь, подыскивается уже. Я его знать не знаю. Ну видно, молодой человек говорил, я не говорил. Тебе зачем это? Все открыто. Ролики не убираются, стоят. Говорил я против, не говорил. Тем более в книгах сколько. Вот зайдите. Если зайдете вот сюда. Вот здесь. Давай посмотрим. Слово П. Патриархия. Есть тут? Вот она. 31 номер патриархии. Вот зайдите, ткните в нее. И вот они пошли. Вопросы, которые мне задавали в университетах. Я вел три радиопрограммы. Вот сколько здесь. Я ему должен отвечать. Говорил я или не говорил. Вот зайди здесь и ищи. Ищи. Ну, что ищет? Говорил я. То есть одно. Или подыскивается уже, кого-то послали. Не могут найти. Вот у меня следователь. Такой материал, когда у меня было. Худо или бедно. Когда меня арестовали. 12 следователей было. Должность бывает так. Я повторяю. 12 следователей. И в разных городах обыски были. 12. Почему 12? Не знаю. Кандидатов наук. А может там и докторанты какие-то были. Моими трудами занимались. И он не может. Пришел. И вот такой список. Скажите, это. И ему нужно было подогнать. Что было после 1917 года. Ну, я где-то пропустил какой-то материал. Дореволюционный-то. И он мне в антисоветский так и занес его. Ну, не могло быть антисоветский, когда 1870 год. Из журналов я брал, из церковных-то. Если бы я мне не помог, он бы ничего не сделал. Так, на первом расследствии слово сказать. Я сказал, Новый Завет мне на стол. Иначе разговаривают. Как так? Никак. Так у вас не положено. Я не спрашиваю, что положено. Вы Новый Завет принесите, салтырию которой жена вам даст, вы принесете. Она приходила к вам. Иначе вот это последнее слово, которое вы от меня слышали. А почему? Мертвая тишина. Ну, а как же так в 80-м году вас арестовали? Он, я ничего не говорю. Эх, Курьят, Курьят. Это фамилия его. Теперь что скажут? А вот там-то вы, с Пичуговым-то, вы разговаривали, ему давали ответы. Я ни слова не говорю. Все. Следствие закончилось. На завтра он приходит, Новый Завет лежит в салтырию. Он у меня хранится. Есть сжатый, слезами пропитанный. От слез. Теперь я ему помогаю разберу. А так и здесь. Я объясняю. Заходите, и там это все найдете. Вот, я зря это сделал, толкнул. Сейчас еще раз посмотрим, что тут у нас. Вот он ищет все. Найдите там, зайдите на патриархию. Говорил я, не говорил. От собственности не отказываюсь. Поищите. Это вам нужно. Мне это не надо. Я уже все сказал. Патриархию, считаю, благодатной. Организация неправильная с Сталином и Берией. В этом 4 сентября 1943 года образована была Московская патриархия. Но это весь мир знает. И поэтому патриархию считали пятый отдел КГБ. Все 100% архиереев были ставленники КГБ. Все до одного. Ни одного не было. Только через них. Они выбирали там из пятерых одного кого-то рукополагать. Я и говорю то, что было. Что с вами тут? Шаблон. Стоят два человека. Один с Библией в руках, другой с иконой. Ответ на шаблон понятный. Каждый бабулька. Тот, кто с иконой, тот православный. А кто с Библией, еретик и сектант. Послушайте, дорогие яйцеголовые, вы никогда не думали, что пора православному взять в руки Библию? Спаси Господи. Ну, только так и есть. Аминь. Аминь. Икону держат. А почему не взять икону и Библию держат? Вот и все. Еще больше тут нет. А это наш видеоканал. Вот он как выглядит. Тут я сейчас точно не знаю, но примерно 4250, может, больше наших видеороликов. Хорошая система. Вот сегодня только я поставил. Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрю, вот, шесть, семь. Вот с утра только поставил, где два, а здесь сколько? Раз, два, три, четыре, шесть видеороликов. С утра поставил. И вечером два стихотворения. Вот будет восемь за день. Какой огромный материал здесь. Сейчас вот выставляем беседы, которые были в Потеряевке. Ну, а видео, видео, это не видео, а в «Острете Библии» наш сайт. Вот Кнёш на видеоканал попал. Вот здесь, ну, на православный форум. Здесь пропадят лето, пятьдесят книг каудя. Это огромный-огромный сайт. Смотрите здесь, пока есть возможность. Не подыскивайтесь. Это ничего не даёт, во-первых, и пустое. Тем более великий пост идёт. Утишьтесь на минуту. Минута – это семь недель. Ну, и всё на этом. Я больше не буду его трогать. Во славу Божию!